Всем добра! На днях вышла вторая часть сюжетной истории в Гринхелл. Я уже выкладывал видео, как добраться до локации, где эта самая вторая часть начинается, а заодно где найти деревню со скучающим шаманом, а также карту местности. Сейчас, думаю, все желающие уже давно бродят по амазонским джунглям и пытаются разгадать загадки шамана, а заодно не подохнуть от диареи или не сойти с ума от пиявок, высасывающих мозг. А значит, самое время рассказать, где и что находится, если вдруг заплутали. Осторожно, много спойлеров, пользоваться только в случае крайней безысходности. Самая главная точка – деревня племени Унгарака по координатам 4627. Там мы получим задание спасать жителей племени из плена, разрушать лагеря вражеских аборигенов, найти всех сбежавших детей и разгадать три древних легенды, а мимоходом очистить все зараженные водоемы. Лагеря вражеских аборигенов разбросаны по всей локации. Из-за разрушения каждого добавляют немного очков доверия у шамана Унгарака. Самые большие находятся по координатам 4923, 4416 и 3922. Если разломать в лагере все постройки, то получите 40 очков доверия за каждый. А еще есть куча более мелких лагерей, по пятерке опыта, но их поиск я оставляю вам. Тут же сидят пленные женщины. Должны сидеть. В первом я нашел сразу двоих, и за каждую спасенную шаман стал доверять на 30 пунктов больше. А вот до других лагерей я добрался в самом конце, когда шаман уже считал меня братаном и лучшим другом, и лагеря эти были пустые, даже без клеток. Может у вас будет все по-другому. В этих лагерях можно найти отличные туземные топоры. Это двуручное оружие, которым придется учиться пользоваться с нуля. Но оно того стоит. Любая постройка этим топором ломается за 2-3 удара. А еще в лагере я нашел новинку игры. Туземные барабаны. Музыканты из меня, честно говоря, так себе, но думаю найдутся игроки, которые смогут сыграть на этих барабанах что-нибудь на самом деле интересное. Теперь надо разобраться с водой. Испоганили водичку местные наркодельцы, лагерь которых находится по координатам 50-28, где мы, кстати, находили карту. Аборигены тупо бесили наркобарык, вот они и решили всех травануть. Кстати, ходить по воде нельзя. Да это ни у кого, кроме одного чувака, за всю историю и не получалось. Но он стопудово был ведьма, поэтому его и распяли. Пока вода заражена, каждый раз переходя через ручей, вы будете получать урон и можно даже подхватить лихорадку. Урон небольшой, но это бесит. А еще эту воду нельзя пить, а это бесит еще больше. Поэтому надо зачистить все точки, где наркоши разбросали канистры с ядом. Пить эту воду тоже нельзя, а вот помыться вам никто не запрещает, без каких-либо отрицательных последствий. В каждой точке валяется 6 разных канистр, которые надо собрать и сложить в одном месте. Какие-то лежат на самом берегу, а некоторые в таких местах, что по-любому придется войти в воду. Место складирования определено заранее и носить ничего никуда не надо, а вот костер придется собирать самостоятельно. Для сжигания токсичных отходов потребуется 8 веток, 14 палок и 3 бревна. Как только костер разгорится, вы получите 25 очков доверия. Повторить нужно до полного очищения воды. Через два игровых дня вода очистится и ее можно будет использовать, а шаман выразит респект и уважуху. Все координаты отравленных водоемов вы можете видеть на экране. Дальше нужно найти всех мужиков, которые разбежались по всей карте и мучаются не с вареньем. Прячутся они в основном в пещерах. И ничто им не может помочь, кроме активированного угля. Но ближайшая аптека пипец как далеко, поэтому дождитесь, когда прогорит костер с токсичными отходами и наберите угля побольше. Вот этот уголь и надо будет скормить нашим пациентам. А то придется каждый раз разводить новый костерок, ждать пока он сгорит, а уж потом запихивать горячие угли в рот абориген. Иногда они будут сопротивляться и выплевывать угольки, но не отступайте и напихивайте им по самое не хочу, пока их не разорвет. Как только пожиратель угля исчезнет, вам дадут 30 очков доверия. Я уверен, что нашел далеко не все нычки, но покажу те места, где аборигены точно были. Ну и напоследок, малолетние засранцы. И они тоже разбежались по карте. И это лично для меня самое бесющее задание, потому что эти упырято всю дорогу орут блажью прямо под ухо. И не на карту посмотреть, ни в карманах покопаться. Ладно, хоть рука с компасом свободна, что хоть как-то позволяет ориентироваться на местности. Причем, малолеток токсичные отходы нисколько не смущают. Он запросто сидит и полощет свои причиндалы. Ну может только облысел немного. Хотя о чем это я? Посмотрите, чем аборигенские дети себя развлекают. Как только эту орущую задницу вы доставите в лагере возле шамана, вы получите 30 очков доверия. Ну и напоследок, полная карта со всеми отмеченными местами. Тут и ключевые точки, и пещеры, и камни с легендами. А пока изучаете, не забудьте подписаться, прожать лайк, ну и черкануть пару строк в комментах. Вам никто не запретит. Ждите подробный разбор всех легенд второй части сюжетной кампании Духи Амазонии. И всем добра. Субтитры создавал DimaTorzok